Друзья, всем привет! Меня зовут Сережа Бакарди, это канал Новая Охота. И сегодня мы будем с вами готовить новое блюдо из зайца. Наступает такой период в охоте, когда все знакомые или новые блюда вы уже попробовали, и хочется оставить запас зайчатины на ближайшее будущее. Наше ближайшее будущее продлится как минимум полгода. Я буду рассчитывать, что эту тушенку из зайца мы скушаем до лета, потому что дольше терпеть я не смогу. Блюдо получается какое вкусное. И сегодня я пошагово вам расскажу, что нужно сделать с зайчиком для того, чтобы приготовить домашнюю тушенку из дикого зайца. Первое, что нам необходимо сделать, это отделить мясо от костей и шкурок. Ну и, естественно, от шерсти тоже мы это сделали на этапе разделки зайца. В общем, я разделал здесь двух зайцев-русаков, получилась у меня вот такая вот чашка мяса. Ну, примерно, я так думаю, два, может быть, два с небольшим килограмма. Нам понадобится свиное сало. Мы его перекрутим на мясорубке. И этим салом мы, так скажем, создадим шапку у нашей тушенки. Потому что само по себе мясо зайца, оно достаточно сухое, и его необходимо обязательно смешивать с салом. Понадобится черный перец с горошком, обычная поваренная пищевая соль, безо всяких там йодов и добавлений других. Понадобится лавровый лист. Ну, вот, в принципе, и все. Я буду закатывать эту тушенку в литровые банки. Но вам порекомендую взять в банки по пол-литра, потому что объем в 0,5 легче скушать за один раз. Ну, у нас семья большая, и дичь кушают все, и жена, и мои дочки. Поэтому я буду делать сразу в литровые банки, для того, чтобы мы с вами семью также могли примерно за один раз все это скушать. Ну, и тушенка – это отличное блюдо для ваших охот. То есть не надо задумываться о том, что взять с собой на охоту. Взяли баночку тушенки, взяли термос, взяли хлебушек и поехали на охоту. Открыли, разогрели, получили удовольствие и вспомнили свои зимние трофеи зайцев-русаков. Приступаем к приготовлению. Смотрите, все будет максимально подробно, понятно и интересно. А пока смотрите это видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал «Новая охота». Впереди еще много интересного и будут новые блюда из зайца в том числе. И ставьте лайк, если вам это видео в конце понравится. Приступаем к приготовлению тушенки из зайца. Гоу! Итак, перекрутим наше сало. Включаем мясорубку, сейчас меня перестанет быть слышно. Теперь приступаем к укладыванию нашего зайца в банку. Я вам сейчас расскажу, как все это происходит. Банки предварительно необходимо простерилизовать. Расскажу вам, как это можно сделать. Есть много разных способов. Кто-то стерилизует в духовом шкафу, я стерилизую в микроволновке. Необходимо налить половину банки воды и поставить на максимальную мощность на 5 минут в микроволновку. Все, банка простерилизована, воду потом слили, и баночка у вас чистая. Крышки я также стерилизую. Я буду использовать вот такие крышки под закатку. Я умею закатывать, у меня хороший ключ, без проблем я все это сделаю. И крышки тоже необходимо стерилизовать. В металлические крышки ложить в микроволновку нельзя, а то будут фейерверки. Крышки я просто обдаю крутым кипятком, и все, в них тоже не остается никаких микробов. Итак, теперь последовательность. Сколько нам чего нужно ложить в наши банки. Первый слой это соль. Соли на эту литровую банку мы будем ложить 2 чайные ложки. Вот такие берем, 2 обычные чайные ложки. Раз ложка. И два ложка. Все, этого достаточно. Далее сюда укладываем черный перец горошком. Буквально 5 горошин. Раз, два, три, четыре, пять. 5 горошин. И на низ добавим лавровый лист. Сколько лаврового листа, тоже сказать не могу, потому что все делается на глаз. Лавровый лист бывает мелкий, бывает крупный. У меня вообще какой-то вот поломанный. Ну, таких вот листочков положу, ну, парочку вот так на дно. Я думаю, что этого хватит. Вот так. Теперь начинаем укладывать наше мясо. Мясо, в данном случае зайца русака, я порезал вот такими вот кусочками. Кусочки небольшие. Делайте так, чтобы они были порционные. Чтобы вы могли взять один кусочек сразу, оп, и скушать его. И укладываем это мясо в баночку равномерным слоем. Сюда же я добавлю почки, сердечко. То есть, все это у нас уйдет в тушенку. Рекомендую вам, ну, тщательно обработать мясо, помыть его, чтобы не было в мясе никаких костей и дроби, чтобы не попалось, чтобы не было потом никаких сюрпризов. Укладываем мясо. Я думаю, что у меня с этих двух зайцев получится две банки, вряд ли три, конечно, но две точно должно получиться. Так. Вот так уже плотненько все получается. Так. Укладываем наше мясо. Сейчас я вам покажу, до какого уровня все это нужно сделать. Так. Мясо положили. Достаточно вот такого уровня. То есть, в данном случае здесь примерно грамм 700. Мы его трамбуем. Так, наше мясо. Добавляем сюда еще штучек 5 горошин черного перца сверху. Добавляем еще лавровый лист сверху. Вот так же примерно пару листиков, чтобы прикрыть. Я вот так вот сделаю в этой банке. Так, прикроем сверху лаврушечкой. Соль сверху уже не добавляем. И теперь сверху укладываем вот такую вот шапку из сала. Толщина этой шапки должна быть, ну вот на литровую банку, примерно сантиметр-полтора. То есть, сантиметр-полтора вот такую шапочку мы сейчас сделаем. И от этой шапки до верха крышки мы оставим расстояние еще в сантиметр-полтора. Потом, когда будем ставить это все... Так, не стерилизоваться. Да, ну готовится, так скажем. Не буду умничать. Объясню вам почему и зачем мы так делаем. Так, делаем шапку. Так, сверху вот таким образом укладываем наше сало. Вот таким образом все это мы сюда уложим. Равномерно распределим наше сало. Здесь у нас тоже сверху остался, ну как я и хотел, сантиметра-полтора. Вот, в принципе, это, наверное, и все. Теперь приступаем к укладке второй банки. Вторая банка укладывается по аналогии. И дальше будем его уже готовить. Покажу его, сколько воды надо заливать, в какую емкость устанавливать и сколько времени готовить. Теперь нам необходимо наши банки закатать. Закатываем их до того, как мы их поставим готовиться. Берем обычные закаточные крышки, берем ключ и закатываем самым обычным способом. Ничего сверхъестественного нет. Если вдруг во время приготовления ваша крышка щелкнет, то в этом нет абсолютно ничего страшного. Берете новую крышку и заново закатываете. Крышки стоят копейки. Я думаю, из-за этого вы переживать не будете. Вот так вот машинка по другую сторону. Вот тут ручку немного прокатываем. Где-то же была у меня резиночка под банку подкладывать. Лайфхак мой. Все, уже дело сделано. Так, все, закатали банку и ставим ее в кастрюлю. По аналогии закатываем в вторую банку. Теперь в эту кастрюлю мы наливаем воды. Воду наливаем холодную. Сначала наливаем воду, потом включаем газ. Так. Еще наливаем воды. Вот до такого уровня. Мы наливаем наши воды почти до самого верха. И ставим все это на огонь. В таком режиме нам необходимо продержать банки в этой кастрюле 5-6 часов. Не оставляйте банки без присмотра, потому что вода будет выкипать. И вам необходимо будет ее периодически доливать. Не оставляйте банки без присмотра, если вы куда-то уходите. Если вдруг вам необходимо уйти, выключили газ, ушли, вернулись, засекли время и заново включили. 5-6 часов и ваша тушенка будет готова. После того, как она приготовится, выключаем газ и даем банкам в этой же воде немного остудиться. 30-40 минут и их уже можно будет оттуда доставать. Хранить банки необходимо в холодильнике при температуре менее 10 градусов. И такая тушенка смело полгода будет радовать вас и будет напоминать вам о ваших успешных выстрелах и ярких охотах. Спасибо, что смотрели. Это был Сережа Бакарди, канал Новая Охота и рецепт тушенки из Дикого Зайца. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного, будет много охот, много рецептов. Пока-пока!